По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество погибших на автомобильных дорогах мира достигает 1 миллиона 240 тысяч в год. Самые безопасные дороги в Норвегии, Мальте, Швейцарии, Великобритании и Швеции. В развивающихся странах смертность на дорогах стала пятой по значимости причиной гибели людей. Египет теряет от 10 до 12 тысяч жизней в результате дорожно-транспортных происшествий каждый год. В Китае, где более 200 миллионов транспортных средств, смертность на дорогах самая высокая в мире. В частности, из-за мотоциклистов, которых в стране очень много. А в Казахстане ежегодно погибает до 2000 человек. Ежедневно на дорогах нашей страны происходят сотни аварий. Большинство людей попадают в ДТП неоднократно и даже не задумываются над причинами возникновения аварийных ситуаций. А ведь преимущественное число аварий возникает по одному и тому же сценарию. Невнимательность водителей и пешеходов, высокая скорость, алкогольное или наркотическое опьянение, неисправность авто и несоблюдение правил дорожного движения. Большинство аварийных ситуаций происходят по невнимательности водителей. Поэтому автовладельцам необходимо крайне внимательно отнестись к управлению автомобилем. Основной причиной дорожно-трантных происшествий это всегда идет у нас как маневрирование. То есть если водитель меняет из полосы полосу движения, многие водители с крайнего левого ряда пытаются занять правый крайний ряд, чтобы пешеходов, голосующих, забрать. Это и есть тоже маневр. Перестраивается из ряда в ряд, не убедившись, что там сзади транспортное средство или слева или справа транспортное средство движется с большей скоростью, чем он. Он начинает притормаживать и создает помеху для движения. Это основная причина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, многие водители не задумываются о возможных рисках превышения скорости и степени ее влияния на тяжесть последствий в случае возникновения ДТП. Прежде всего важно знать, превышение скорости движения играет самую непосредственную роль на тяжесть последствий при ДТП. Если водитель будет ехать с допустимой скоростью, у него при возникновении опасность для движения, если он с допустимой скоростью будет, у него будет возможность. То есть приостановиться, остановиться до полной остановки транспортного средства. Это вот основные причины. Кроме того, к серьезным последствиям приводит использование телефона во время движения. Гаджеты становятся причиной аварии, пусть и не слишком серьезных, но в любом случае хорошего мало. Так что за рулем лучше не отвлекаться. По данным статистики Министерства внутренних дел, в прошлом году на дорогах Казахстана было выявлено порядка трех миллионов нарушений. Зафиксировано почти 31 тысяча фактов управления автотранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Я не понимаю, за что меня задержали. Вот хороший пиолетик. Вот это. Вы не водитель? Нет, я не водитель. К нулям, возле парика Горького, вот этот вот непонятный сотрудник, начал меня оскорблять, начал меня обзывать. Не понимаю, за что обзывает меня. За что руку дать? Побежи! За что записать? Литико, тыкай. Вы переселили? Нет, я не употреблял их сегодня. Нет? Нет, это куда. Вот, я не понимаю. Вот, я не знаю. Вот, я не знаю. По словам дорожных полицейских, сегодня по вине водителей совершается более 80% ДТП. Каждая четвертая ДТП совершается по причине превышения скорости. Каждая девятая связана с нарушением правил проезда перекрестков. Каждая десятая происходит из-за неправильного маневрирования. Каждая одиннадцатая – это выезд на встречную полосу и наезд на пешеходов. В серьезном ДТП нередко приводит техническая неисправность автомобилей. Невнимательность водителей – еще одна распространенная причина аварии. Не лучше ведут себя и пешеходы, излишне увлеченные разговором по телефону или чем-то еще. Часто аварии происходят по причине неудовлетворительного состояния проезжей части. Нельзя не отметить также климатический фактор. Мокрая или покрытая льдом поверхность проезжей части может сделать автомобиль полностью неуправляемым. Серьезные аварии в последнее время стали происходить с участием общественного транспорта. Ежегодно в Казахстане по вине водителей автобусов совершается порядка 500 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибают и получают увечья люди. Причины сложившейся ситуации, считают в Министерстве внутренних дел, кроются в низкой дисциплине водителей. Отсутствие профилактической работы и контроля со стороны тех, кто отвечает за выпуск пассажирского автотранспорта на линию, а также техническом состоянии машин. Как правило показывает, водители общественного транспорта постоянно спешат, превышают скоростный режим. Есть моменты, когда они проезжают на запрещающихся на савиафор. Данное управление тоже у нас ведется работа, выдается подписание в районе административного лица автопарка. На каждом автобусе с удовольствием в режиме онлайн в виде камеры. Все отслеживается, на сегодняшний день идет дисциплина водителей общественного транспорта. Конечно, попадать в аварию, пусть и незначительную, никому не хочется. Но даже опытные водители с большим стажем вождения не застрахованы от ДТП. На дорогах встречается много неопытных новичков. Именно поэтому каждый водитель должен знать, что нужно делать, если произошла дорожная авария. Самое важное – не паниковать и действовать четко. Обязательные действия при дорожно-транспортном происшествии. Сообщить о ДТП по номеру 102 и вызвать дорожных инспекторов. Введите фото и видеофиксацию. Если есть свидетели, записать их фамилии и номера телефонов. Если после ДТП вам трудно контролировать себя и вы не можете сосредоточиться, позвоните близкому человеку и попросите его приехать к вам. Как можно внимательнее оцените ситуацию. При каких обстоятельствах случилась авария? Что делается после нее на проезжей части и в непосредственной близости? Категорически запрещено убирать с места транспортное средство и предметы, имеющие отношение к аварии до приезда сотрудников дорожной полиции. Если есть пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь и вызвать скорую по телефону 103. В экстренных случаях доставить в больницу. Для снижения аварийности на дорогах сотрудники Министерства внутренних дел проводят профилактические работы как среди водителей, так и среди пешеходов. Плановые рейды, направленные на снижение аварийности и смертности на дорогах. Выявление грубых нарушителей ПДД, в том числе нетрезвых водителей. Эффективные и штрафные санкции, которые выписывают пешеходам за переход дороги в неположенном месте. Также мы ежеквартально проводим республиканские отработки, оперативно-профилактические мероприятия, как безопасная дорога, автобус, внимание, пешеход, приемные на дороге проводим, например, чтобы довести до населения какие-либо у нас мероприятия предстоят, ожидаются. Также через средства массовой информации доводим, что в каких участках у нас увеличилось количество ДТП. Кроме республиканских, у нас на местном уровне также, согласно плана расстановки, проводятся также оперативно-профилактические мероприятия, также как и безопасный город, безопасный двор, возле школьных, дошкольных учреждений. Проводим также отработки. Важным условием предупреждения ДТП является повышение квалификации водителей, постоянный контроль за уличным движением транспортных средств и пешеходов работниками дорожной полиции, а также применение разнообразных форм агитации и пропаганды в печати, радио и по телевидению. Одним словом, создание общественного мнения вокруг нарушителей, что поможет предостеречь людей от необдуманных шагов на улицах. Ведь безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. Поэтому будьте аккуратны, соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok